Паника в США. Зеленые человечки захватывают американские города. Статья Нарья новости за 24 июля 2020 года. Иван Данилов. Американские СМИ в ужасе от того, что происходит в некоторых городах Соединенных Штатов. Показательно, что их не беспокоят массовые протесты, убитые стражи порядка, сожженные магазины и автозаправки, а также массовые беспорядки с применением насилия. Нет, их беспокоят и пугают до нервного тика, так называемые зеленые человечки, вооруженные до зубов силовики без опознавательных знаков, которые появились в этих городах и уже начали задерживать и увозить в неизвестном направлении наиболее активных участников столкновений, грабежей и попыток захвата федеральных учреждений. Представители медиа-сообщества и сторонники Демпартии безошибочно идентифицировали источник проблемы. По их оценкам, во всем опять, хотя и косвенно, виноват президент России, у которого Дональд Трамп якобы позаимствовал тактику применения зеленых человечков против политических противников. Это не метафора и не преувеличение, а сухая констатация самой настоящей медийной истерики, в рамках которой президент США обвиняется в развязывании военной агрессии против конкретных американских городов и штатов, чье руководство состоит в демократической партии и всячески поддерживает те массовые акции политического насилия, которые вот уже почти два месяца сотрясают Америку. Ситуация обостряется еще и из-за того, что Дональд Трамп объявил о начале некой спецоперации, в ходе которой деятельность федеральных силовых структур со всеми вытекающими арестами антитрамповских активистов, участвующих в массовых беспорядках, вандализме и политическом насилии будет расширена. Президент Дональд Трамп направит большую волну федеральных силовых структур в города США, чтобы подавить преступность. Чикаго и два других города, находящихся под контролем демократов, становятся мишенью для действия республиканского президента на фоне всплеска насилия, но развертывание федерала в Портленде, штат Орегон, оказалось спорным. Местные чиновники говорят, что они повысили напряженность на фоне продолжающихся протестов. Законность и правопорядок стали ключевыми темами избирательной кампании Трампа на ноябрьских выборах, сообщает BBC. Тема армии Трампа и ее использования внутри США, а также ее потенциального использования во внутриполитической борьбе после ноябрьских выборов по-настоящему сильно волнует медиа-сообщество. Например, вот так выглядит тематика главного утреннего шоу американского телеканала MSNBC. В России растут опасения по поводу применения Трампом маленьких зеленых человечков. На фоне того, как президент Трамп ужесточает свою риторику и развертывает незваные и одетые в камуфляж федеральные войска в городах США, приглашенные гости программы обсуждают последствия для американских городов во время президентских выборов, которые, как уже заявлял Трамп, будут сфальсифицированы. В рамках этого индуцированного психоза в инфополе прорываются оценки, от которых отчетливо пахнет безумием. Но в современных США это стандарт политического мышления. Например, профессор конституционного права Корнеллского университета Майкл Дорф на полном серьезе сравнивает действия президента США с аннексией Крыма. Главный специалист по американской тематике в авторитетном британском финансовом издании Financial Times Эдвард Льюис посвятил теме силового противостояния федеральных агентов и мерных протестующих целую разгромную колонку под заголовком «Маленькие зеленые человечки Дональда Трампа» и моментально стал героем заокеанских СМИ. Есть несколько выводов, которые можно сделать в этом контексте и некоторые из них являются довольно тревожными. Но начнем с забавных. Во-первых, если уж сравнивать условные Портленд и Чикаго, то есть города фактически захваченные мерными протестующими, в которых сейчас введены или вводятся части федеральных силовых структур для подавления беспорядков, с условным Крымом, а представители федеральных силовых структур США с российскими вежливыми людьми, то получается очень неприятный для американских журналистов вывод. Если в американской мифологии возвращение Крыма в Россию называется аннексией или оккупацией, а современные Портленд и Чикаго объявляются эдаким американским Крымом, который нельзя отдавать на растерзание Вашингтону, то сами сторонники протестующих, а также местные губернаторы и мэры, обвиняющие Трампа в военной агрессии, являются сепаратистами, против которых президент США не просто может, а обязан использовать силовые структуры и даже армию. Однако столь сложная логическая конструкция находится вне того уровня политического дискурса, который сейчас является американским стандартом. Журналистам важно сравнить Трампа с Путиным, а больше их ничего не интересует. Это при том, что вообще-то опросы общественного мнения как раз и требовали от Белого дома ввести войска в города, в которых даже мэры и губернаторы поддерживают анархию и погромы. Примерно 58% зарегистрированных избирателей, опрошенных Морнинг Консулт, поддерживают развертывание вой... Давайте все-таки, чтобы вы не писали в комментариях всякую ерунду потом. Морнинг Консулт Поддерживают развертывание военных, чтобы помочь полиции реагировать на протесты. При этом 33% из 1624 респондентов заявили, что они решительно поддерживают это. И только 30% выступают против, сообщал журнал Forbes в июне. И с тех пор этот процент сторонников силового решения, скорее всего, вырос, вместе с количеством трупов и сожженных зданий. Да и кадры очередного штурма мирными протестующими здания федерального суда тоже не способствуют симпатиям к любителям уличного насилия. А главный вывод из этой истории выглядит тревожно. Американское общество продолжает активно готовить к тому, что выборы в ноябре пройдут со взаимными обвинениями в фальсификациях и что результат борьбы за власть будет определяться на американских улицах в рамках боестолкновений с применением полного спектра оружия, доступного силовым структурам и отрядам мирных боевиков. Со стороны Трампа могут выступать как вооруженные до зубов сторонники республиканской партии, так и представители лояльных Трампу федеральных силовых структур и армейских подразделений. А на стороне Байдена и системной части американского политического истеблишмента мирные боевики, некоторые представители региональных силовых структур, тех штатов, которые контролируются Демпартией, и та часть армии, которая останется верной своим генералам, назначенным еще Обамой или Бушем. С одной стороны, такое развитие событий добьет все надежды Вашингтона на мировую гегемонию, но с другой стороны, США это важный элемент мировой экономики и обладатель крупного ядерного арсенала, что не может не вызывать определенных опасений по поводу тех рисков, которые политическая деградация США создает для всего остального мира. Иван Данилов. Паника в США. Зеленые человечки захватывают американские города.